Привет все мои подписчики! После предыдущих обзоров телефона много заявок поступало именно на этот мобильный телефон. Nokia 5530 Express Music. Что можно сказать об этом телефоне? Что находится на боковой панели? На боковой панели находится кнопочка блокировки, кнопка быстрого вызова камеры и качелька громкости вверх-вниз. Что по поводу люфтов и скрипов? Когда мы вертим вот так телефон, он чуть не рассыпается в руках, но выдерживает все-таки достаточную нагрузку и можно по шкале прочности поставить баллов 7 из 10. Что находится на передней панели? На передней панели находятся кнопки управления, то бишь кнопка завершения звонка, кнопка вызова и кнопка меню. По двум сторонам телефона находятся стереодинамики, схожие с динамиками модели HTC One, M7 и также M8. Сзади находится 3,2 мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, с ксеноновой вспышкой и съемкой в видео в 4К. Я прошу прощения за ненормативную лексику, присутствующую в данном видео. Если у меня получится, я ее запикаю, но если ее не запикал, значит у меня не получилось. Переведем камеру наших постоянных экспертов IT-технологий, Бабий Чук, Антон и Щелин Леонид. Что вы можете сказать по поводу этого телефона? Nokia 5530 Express Music. Полная хуйня. Как кусок ебаного говна. Пизда. Тут даже нахуй Android Market ебаного нет. Интересный дизайн, хорошая задумка стилы. Жалко стилы с они нету, но это просто минимальная комплектация, как бы так все хорошо, пиздато. Батарея держит 2 часа. Ну нахуй батарейка тут ебаный в рот. Батарейка на 3,7 вольта, ахуеть. Мы услышали достойную оценку от наших постоянных экспертов. А ну, прошедайте телефон, буду продолжать дальнейший обзор. Что можно сделать общий вывод по поводу этого телефона? Деньги вложены зря. Если у вас есть лишние 1850, то можно купить этот телефон. Если вы видите дороже этой цены, то я думаю не стоит его покупать, потому что официальные обновления Symbian уже давно прекратились и вы будете пользоваться старым софтом. Ну, если вы пиздатый и можете поставить Android на этот телефон, то флаг вам в руки. Иван, скажи окончательное слово. Так, 166-88-058. Так, звоните, пожалуйста. Телефоны по продаже, опыт, все делал. Вы правы, как лавы. Что я могу сказать? Давайте, в общем, скажем. То есть, объективная оценка. Что я могу сказать? Здесь есть один такой вот самый-самый весомый плюс. Это есть надпись, которая не присутствует ни на одной модели. Можете посмотреть. Это экспресс-мьюзик. Там еще можно нажимать. Можем нажать на экспресс-мьюзик. И произойдет ничего. И произойдет пиздал. Нажимаем. То есть, если так же можно нажать на заднюю панель, то есть, смотрите, нажимаете. А вот в кадре сейчас присутствует... И сзади появляется меню. Предыдущий телефон, обзор на который вы можете увидеть на канале. Гипер-обзор. Так же, конечно же, вы должны отметить скорость. Скорость, отметьте. То есть, вы нажимаете на галерей раз. Ну и как бы ждем довольно-таки недолго, но минут три может. То есть, смотрите, открывается. Ну, может, еще раз надо. Ну, еще раз давайте нажимаем. Иван, вы как постоянный эксперт, скажите, пожалуйста, основных конкуренцов данного телефона на рынке мобильных технологий. Ну, знаете, я в такую хуйню деньги не вкладываю. Да, и особо я не увлекаюсь подобными моделями. То есть, как бы, я увлекаюсь инвестициями, вы знаете, да. То есть, я вкладываю... Это хороший телефон. То есть, я вложил у него деньги, получил прибыль. В эту хуйню не вкладываю. Понятное дело, что ни хуйню не получил. Моральную прибыль, да, и получил от него такой успех. Да, да, суп. То есть, как бы, и вообще, не смотрите этот обзор, по лицезреть эту хуйню. То есть, сразу я вам, блядь, вблевать охотно. То есть, вы предлагаете смотреть обзор данного телефона, да? Конечно, конечно. Деньги того стоят, посмотрите. В общем, общая оценка где-то примерно 8 из 10. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!